Мы создали для школьников метод, с помощью которого они могут запоминать физические формулы. То есть, когда они выпускаются с 11 класса, им нужно сдавать CT. И чтобы его успешно написать, им нужно знать материал порядка 150 формул. То есть, это вот самый базовый уровень. Более продвинутый — это 500. Но когда мы представляем нашим школьникам вот такой объём информации, они просто пугаются, потому что им становится страшно, они такие «я никогда не выучу», «мне это вообще не надо, я там иду на программиста», но физику сдавать как-то нужно. Поэтому мы придумали метод, основанный на мнемонике. То есть, метод запоминания, который берёт ассоциации из разных разделов памяти и помогает запоминать. То есть, физическую формулу достаточно сложно запомнить, потому что это сухая информация. А когда ты на основе формулы, вот мы берём, каждая буквочка, вот давление, например, P равняется F делить на S. Мы берём букву PFS, например, пафос. И человек сразу, то есть, словом уже проще запомнить. Мы также к этому слову нарисовали картинку, потому что у кого-то есть фотографическая память, и ему проще запомнить картинку, чем формулу и слово какое-нибудь. Таким методом мы вот в 150 базовых формул, мы сделали для каждой формулы, для каждого раздела физики вот такой подобный минимонический объект, который будет легко запоминать. А как теперь вот мы запомнили, а как проверить себя? Как бы я ЦТ могу решить очень-очень быстро, почему школьникам не хватает трёх часов, почему они не успевают, они волнуются. Потому что я говорю на языке физики, я формулу воспроизвожу просто как 2 плюс 2 равно 4. Я просто даю ответ, я её не вспоминаю, а школьники вспоминают. Поэтому им не хватает времени. И чтобы исключить момент вот этого вспоминания, они должны формулу записывать мгновенно. Я же не думаю, о чём я говорю, каждое слово разбирая по буквам. Я просто его произношу. Физика должна быть такой же. И мы используем наши экраны, которые мы также разработали на нашем факультете. Это новое поколение экранов. Для тестирования мы сделали здесь тайминг. Название формулы высвечивается на 5 секунд. Если писать сразу 150 формул, каждое по 5 секунд не хватает времени. Ты задумываешься, начинаешь волноваться, паниковать, и времени не хватает. Но когда ты просто уже выучил до автоматизма, ты пишешь формулу за 2 секунды. Ты написал и ждёшь следующего. Экран нам в это помогает, потому что у него обзорность порядка 180 градусов. С любой точки его хорошо видно. Он достаточно яркий, более полноцветная палитра. И школьников оно как игра, оно их интересует. И чтобы было как бы тоже с помощью игры такой, мы сделали на основе этих же формул, на основе этой же книги подобные карточки. Их можно носить в кармане. Они очень удобные, маленькие. При этом ты его достал, ты сразу знаешь, какая у тебя тема. И название формулы. Это с индукцией, например. Я сижу, думаю, ой, забыла, надо повторить этот раздел. Я переворачиваю карточку. И здесь у нас целая картинка. Мы можем уж разобраться, вспомнить по словам, по картинкам. И таким образом можно даже играть. Просто достаешь из кармана любую карточку и такой, типа, а ну-ка назови. И школьникам мы этот метод уже достаточно много раз проверяли. При подготовке к ЦТ, при подготовке к Олимпиадам мы ведем свою бесплатную онлайн-школу. Вот сейчас до физики остался буквально месяц. И за этот месяц мы планируем натягать наших ребят. И они, я думаю, очень успешно смогут сдать физику и поступить к нам на факультет. Как работает этот план? КОНЕЦ КОНЕЦ